Добрый день, дорогие друзья! Хочу рассказать интересную тему по поводу Азербайджана. Честно говоря, я эту тему держал в запасе, хотел как бы сам этим вопросом заниматься, но ладно, так уж и быть. Значит, смотрите, в 1920 году Азербайджан обратился к Лиге Наций для того, чтобы Лига Наций признала правосубъектность Азербайджана как государство. То есть ее признала как государство. Но Лига Наций отказалась этого делать. И только в 1924 году, после переговора с Великобританией, когда согласовали, что Великобритания будет получать 20% нефти Азербайджана, только после этого незаконно правосубъектность Азербайджана, Турции, Советского Союза была признана. Так вот, очень интересная тема. Дело в том, что в 1991 году конституционным актом номер 222, 18 октября, Азербайджан признал себя правоприемником первой Азербайджанской республики 1918 года. То есть признал себя правоприемником того государства, которое не было признано международным сообществом. Значит, что нужно сделать? Нашему МИДу нужно обратиться в международный суд ООН и требовать, чтобы признали незаконным правосубъектность Азербайджана как государства. И его существование, что. И это сразу приведет к тому, что все сделки международные, в том числе по продаже нефти и газа, на одномоменте прекратятся. Это создаст такой коллапс для Азербайджана, что они очень долгое время ничего не смогут сделать с этим вообще. Спасибо за внимание. Пребесцит И либо цессия во время создания государства Азербайджан не были соблюдены, поэтому Азербайджан до сих пор не может быть признан как государство законным. Азербайджан